Здравствуйте, друзья! Спешу поделиться своей новостью дня. Но начну сдалека так немножко. Когда получилось у меня повзаимодействовать и прожить свои эмоции, тогда было очень интересно, как происходит мыслительный процесс. Включился такой логический ум, и вопросы, которые долгое время меня волновали по поводу некоторых моментов моего настоящего и моего будущего, привели меня к очень интересным результатам. Вот сейчас прям булькает-булькает внутри, хочется поделиться. Ну, во-первых, то обучение, которое я прохожу на немедицинского психотерапевта по методу транзактный анализ, мой любимый-любимый, это просто, я считаю, стержень любой работы и вообще собственной терапии. Я прошла собственную терапию по транзактному анализу, поэтому говорю из собственных результатов. Так вот, там есть три жизненных сценария без любви, без радости и без ума, которые человек выбирает в самом-самом раннем детстве, и уже в соответствии с этим сценарием человек строит свою настоящую будущую жизнь. Уникальные открытия. Просто восхищаюсь, как Бог открывает людям, которые жаждут и ищут. И, конечно, мэтр психологии безмерно им благодарна за их открытые сердца. В них можно увидеть их человечность, их ошибки. И тем не менее, то знание, которое принесено и опробовано, оно, реально оно работает. Ну, на моей семье, на каждом члене, это, члене семьи, это действительно дает прям божественные результаты. Когда я спросила себя, ну, выход из сценария был у меня, и собственная терапия помогла мне увидеть, в каком сценарии я была и куда я иду. Конечно, захотелось жить, а не существовать и играть по жизни, и жить действительно с любовью, с радостью и в здравом рассудке. Когда включился мыслительный процесс, то есть чувствовала, думала, то тоже в силу такого уже долгого опыта, как межконфессиональный миссионер, я как бы натренировала себя узнавать Божью волю по семи способам. Есть такая методика «семь способов узнать Божью волю». Почему я говорю о Боге? Потому что для меня все, что связано с Богом, это всегда радость, это всегда здравый рассудок, и это всегда любовь. Бог есть любовь. Радость от Господа подкрепление для нас. Вот, и разница жить с плотским разумом и с здравым рассудком, это тоже просто потрясающая разница. Так вот, проверяя по семи способам, чтобы найти Божью волю, в итоге какой результат. Я уезжаю на отдых, на долгосрочный отдых, беру всю свою семью, все уже в предвкушении. Мы двигаемся в Кисловодск, город-курорт. Нас там ждет подножье Эльбруса, горячие источники, в общем, походы в горы, удовольствие, и наши там друзья. У нас там есть очень близкие друзья, очень несусь туда, потому что там меня любят, там меня ждут. Ну, а я, в свою очередь, конечно же, постараюсь найти, чем я могу быть полезна моим друзьям и людям там. В общем, предвкушаем нашу поездку. Поездка будет очень долгосрочная. Хотелось бы прям до лета побыть, насладиться в таком достаточном объеме и осенью, и зимой, горки там, накататься на горках. Мы же все сибиряки, мы же дальневосточники. Я и дети, мы обожаем зиму снежную, и любители мы этого. Но ездить на Дальний Восток не всегда получается, так что вот там два в одном у нас будет. И впечатление мягкой такой нежной зимы, развлечения зимние, ну и, конечно, прекрасная весна, и пальмы, и нарзанные ванны. В общем, Кисловодск, мы к тебе летим на крыльях счастья, радости, любви. И наш мозг уже просто... Дети у меня уже сегодня, мама, а как будет там? А что будет там? А там же в Кисловодске половина города – это вообще парк. Я говорю, мы купим себе велосипеды, мы будем там кататься в парке на велосипедах. В общем, мы мечтаем уже. Мы с радостью переезжаем, двигаемся в прекрасное будущее. Когда был страх перед будущим, я взаимодействовала со своими эмоциями, я проживала, потому что в будущее я двигаюсь только, когда у меня есть интерес. Я предпринимаю шаги, которые сопровождаются с такими сильными изменениями. Ну да, переезд – это же такое серьезное реальное изменение. Вот, и я, когда нужно принять решение, я прежде должна укрепиться и получить вот эту дозу внутреннего знания, ясности и такой силы, силы радости и вдохновения. И это сейчас есть, но к лету, конечно же, мы вернемся домой, потому что Севастополь – это наш дом, и где бы мы ни уезжали, будь то Хабаровск, не знаю, Мурманск, любое другое место, Иркутск, мы возвращаемся на наше родное место, наш Севастополь, наш отчий дом. Ну а пока мы, путешественники, решили получить вдохновение, отдых, радость, любовь и подпитать мозг добрыми впечатлениями для нашего настоящего и будущего. Мы сами строим свою жизнь, мы сами пишем книгу своего прошлого, настоящего и будущего. Всем желаю жить в любви, в радости и в здравом рассудке. До встречи и будет привет вам скоро с Кисловодска!